Добрый вечер, уважаемые зрители! В эфире программа «Тем временем» я, Александр Архангельский. Тема сегодняшнего выпуска нашей программы «Филология. Приказано выжить». Но прежде чем мы начнем дискуссию, давайте вместе с гостями посмотрим сюжет. Филологическое образование – основа развития современной культуры. Но ученые бьют тревогу. Системно сокращаются бюджетные места. То и дело встает вопрос о полном закрытии факультетов и кафедр. В открытом письме сотрудника Филфака МГУ говорилось о том, что в Новгородском, Челябинском университетах осталось лишь 10-15 бюджетных мест для филологов. Шел активный сбор подписей под петиции против планов закрытия факультета лингвистики и словесности в Южном федеральном университете. Министерство образования требовало отменить набор на классическое отделение Филфака в Санкт-Петербургском университете. В итоге ректор отказался подписывать подобные распоряжения. При том, что классические университеты и в Европе, и в России начинались именно как гуманитарные. Теология, философия и юриспруденция были их основой. В России всегда существовали сильные филологические школы – от Куртене до Лотмана. В новое время филологические факультеты стали осваивать новые специальности – социолингвистику, коммуникативистику, даже связи с общественностью, пытаясь охватить новые сферы жизни, где нужна работа со словом. Но это не помогло. Миру, устройством и описанием которого занимаются программисты и маркетологи, непонятно, зачем нужна филология. Хотя она дает нам и хороших учителей, и талантливых журналистов, и писателей, и сценаристов, и мыслителей. А главное – людей, которые умеют видеть жизнь во всей ее глубине. Сужение поля гуманитарного знания – это стратегический просчет или экономическая неизбежность? Может ли Россия развиваться без мощного филологического образования? Об этом размышляют гости в студии программы «Тем временем». С удовольствием представляем моих сегодняшних собеседников Александр Соловьев, доктор философских наук, профессор кафедры культурологии Рязанского государственного университета имени Есенина. Здравствуйте. Добрый вечер. Игорь Михайлович Ремаренко, ректор Московского городского педагогического университета. Добрый вечер. Ефим Васильевич Пивовар, ректор Российского государственного гуманитарного университета. Здравствуйте. Добрый день. Андрей Семенович Немзор, ординарный профессор Национального исследовательского университета и высшей школы экономики. Здравствуйте. Ермонах Иоанн Гуайта, заведующий кафедрой новых и старых языков общецерковной докторантуры, эсперантуры и докторантуры. Здравствуйте. Елена Яковлевна Шмелева, старший научный сотрудник Института русского языка Российской академии наук. Здравствуйте. Ну вот мы посмотрели сюжет и ощущение, что как-то к филологии сегодня отношения и в обществе, и в такой бюрократической власти, как к предмету, который непонятно что делать. А мы готовы, гуманитарное сообщество, вообще ответить на вопрос, а зачем? Михаил Иванович. Ну, во-первых, если говорить о обществе, то опыт РГГ показывает, что в последние годы все-таки идет как раз подъем интереса абитуриентов к филологии. И, в общем, филологии в целом к лингвистике бесспорно. И в нашем университете последние три или четыре года конкурсы растут именно на филологии, что, в общем, меня радует, потому что это никак не сопровождается какими-то преференциями. Это не совсем то же самое, что та часть общества, которая понимает решение. Тоже общество. С другой стороны, я все-таки считаю, что тут есть и у этой части общества единственное, над чем задуматься, прежде чем делать такие скоропалительные, принимать решения. Потому что, все-таки, если говорить о той части гуманитарного спектра деятельности, как воспитание знаний, я же не говорю про такие общие места, идеология не об этом, о воспитании знаний, то, конечно, филология является важнейшим элементом этого воспитательного процесса. Потому что для того, чтобы человек понял, где он живет, кто вокруг него живет, нужно все-таки, по-моему, три обязательных условия. Это, конечно, знание родного языка, это знание родной литературы, знание родной истории, ну, как историки, конечно, не могу себе забыть, ну, желательно географию, чтобы понимать, где это все-таки находится. Тут вспоминается недоросль. Недоросль, да, но, понимаете, сейчас все стали извозчиками, поэтому все же на транспорте ездят, поэтому уже это то, что говорилось, так сказать, в Анвизе, но уже не актуально, даже в этом отношении. Но и в этом, в этой связи филология, конечно, ключевая, так сказать, в общем, часть этого воспитательного процесса. Поэтому убирать это для, как бы, для самоидентификации общества просто не... Это, я бы сказал, подобно смерти, подобно самому обществу. Это нельзя делать. Игорь Михайлович, ну, вот вы, в отличие от нас, имеете опыт взгляда и изнутри собственно педагогического сообщества, как ректор, который, в том числе, борется за бюджетные места и за сохранение всех направлений, включая ФИОФА, и изнутри министерской системы, потому что вы долго работали за министра, и вы понимаете обе эти логики. Они стыкуются, или они все дальше расходятся? Вы знаете, мне кажется, проблема должна быть разделена на две части. То есть, с одной стороны, надо обсуждать подготовку филологов, вот как специалистов, выбравших такое направление подготовки, а с другой стороны, место филологической подготовки как элемент общегуманитарного знания вообще в других направлениях подготовки. И, ну, если первое направление, я так не берусь обсуждать, это, так сказать, дело специализированного обсуждения, то во втором у нас, безусловно, есть серьёзные проблемы, потому что если мы посмотрим на образовательную программу, например, подготовки инженеров Массачусетского технологического института, то мы тоже там найдём филологию, мы тоже там найдём театр и какие-то вещи, которые покажутся нам совершенно неожиданными. И в этом смысле, действительно, если обсуждать бакалавриат как такой общекультурный, как такая укрупнённая образовательная программа, то там это, безусловно, должно быть, в какой степени, на каком материале, вот к этому мы только постепенно идём. И совершенно другой сюжет в магистратуре, где возможны авторские подходы, и в этом смысле я бы разделил проблему на несколько частей. Я бы ничего не делил. Я знаю, что конкурсы повышаются, я знаю, что людей становится больше, и у нас становится больше. Получаем нечто совершенно ужасное, с которым надо работать на первом курсе. Интерес детей и неинтерес общества удивительным образом взаимосвязаны. И это довольно старая наша проблема. Я гуманитарий в первом поколении. И когда я... Сколько? Давно, в 1974 году я поступал в университет, да? Когда я собирался поступать, по мне друзья моих родителей как в солдаты поддают. Интересно, что у меня было то же самое. То есть все друзья моих родителей, инженеров, говорили, что я, конечно, буду без работы всегда. Либо не поступишь. Во-первых, не поступишь. Во-вторых, будешь безработным. А в-третьих, будешь мерзавцем. И это всё... Всегда было. Тогда это перекрывалось концепцией, что нам на самом деле нужны инженеры. Потом стали говорить, что нам на самом деле нужны юристы, экономисты. Нужны. Но вот это равнодушие общества... Никто тогда не сокращал филфаков. Да, не было этого. У советской власти были другие недостатки, а филфаки она не сокращала. Да? Но равнодушие общества было. И сознание молодого человека, что если я не знаю математику, то мне надо идти в историки или филологи, было некоторым возможным вариантом. К сожалению, она очень в сильной мере осталась. Не надо искать заговоры, да не надо задавать вопрос, какова позиция министерства, не министерства общества, не общества. Если количество часов на русский язык и литературу сокращается, то это значит, что оно сокращается. Если установкой в школе становится не про чтение «Войны и мира» или Обломова, или, не знаю, доктора Живаго, всё равно, да, Евгения Онегина, а знание, что про это надо говорить, то вот дальше мы получаем то, что получаем. И самые наши добрые посылы, и любое разделение на магистратуру, и бакалавриат, и растущие конкурсы людей, которые и придут к нам неизвестно зачем, ничего тут не меняют. Вы не забывайте, что детей-то меньше, а конкурсы больше. Значит, не совсем только это... То есть они, конечно, не глобальны, они не растут. То есть я вам не спорю с точки зрения того, что, естественно, что это не единственный показатель. Но, тем не менее, сам по себе фактор, что молодёжь, которая сейчас очень практикоориентирована, практикоориентирована, подчёркиваю, гораздо более, чем даже то поколение, о котором вы сейчас сказали, и это леет все основания, потому что она находится совершенно в рыночной экономике, совершенно в другом мире. Раз она на это идёт, значит, в принципе... Теперь не родственники оплакивают, а сверстники? Да, да. Это тоже так, да. Значит, в принципе, интерес это тоже важно. Значит, интерес удалось сохранить. Но, конечно, с другой стороны, это не означает, что ничего не надо менять, а надо всё-таки исходить из реальности. Мы находимся в условиях информационного общества, которое, как бы, ну всё в каких-то таблицах, оно в представлении, так сказать... Оно в иллюзии, будто бы оно получает новую информацию. Да, это само собой. Но просто оно совершенно формализовано. И там, где эта формализация есть, а в гуманитарном знании, литература особенно, конечно, как раз она противница вот этой формализации. С того времени, как мы с Андреем Семёновичем поступали, мы однокурсники, вот, то ситуация как раз очень изменилась. И, насколько я знаю студентов сейчас, а я тоже много где преподаю, как раз филологи идут на филфак, именно считая, что это вполне хороший кусок хлеба. То есть многие идут как раз в филологический факультет, считая, что нужны языки, что нужен хороший русский язык, скажем, для работы в какой-нибудь фирме. Не знаю, пиар там, интернет, контенты сайтов. В общем, не то, чтобы филологи сейчас себя чувствуют такими невостребованными. Но я-то как раз о другом хотела сказать. Мы всё время объясняем, какая это нужная и практикоориентированная специальность. А мне как раз кажется, что вообще-то в таком развитом обществе должно быть понимание того, что ещё должно быть вот какое-то количество людей, которые не занимаются такой непосредственно практической деятельностью. А вот филологи в том смысле, вот в каком, наверное, вот эти цены. Классики, допустим. Классики, например. Классики, например, да. Но они могут быть. Они нужны? Они нужны тоже, да. Не потому что они там не могут найти работу, они найдут работу. Я о другом говорю. О том, что вот... Я вообще небольшая поклонница фантастики, но вот когда-то я давно, полностью прочитала книжку, какой-то рассказ о Изе Казимова, «Профессия». Может быть, вот кто-то его вспомнит. Это такая, как всегда, общество будущего, в котором происходит такая ситуация. Всех детей 8 лет просто им надевают какие-то... Наушники. Наушники. И они научиваются читать за там 10 минут. И 18 лет каждому выдается некоторая специальность. И вот там герой, который как раз очень быстро научился читать, получил какой-то высший балл, поэтому он мечтает, что он будет, не знаю, кто что там, самое престижное, я уже не помню, скажем, водитель космолета или там инженер как раз каких-то ракетных установок. И вдруг 18 лет, ему говорят, что он никуда не годится. Он не годится ни для какой специальности. И его отправляют в такой, ну, ему сказали, приют для слабоумных. Где вот как раз книги, библиотеки, где читают. Интересная аналогия такая, да? И только потом, вот через он страшно переживает эту ситуацию, потом пытается оттуда убежать. Преодолевает. Да, но вот потом, в какой-то момент он понимает, что ведь появляются все время новые специальности, новые программы, и кто-то ведь их должен составлять. И вот эти вот новые программы составляют ровно те люди, которые сидят, читают книжки, вот такие бесполезные вроде бы. И вот мне кажется, что должно быть какое-то число таких, словно говоря, бесполезных людей, поскольку мы как раз не можем предсказать, что будет нужно потом. Они, допустим, в этот момент не бесполезны. Конечно. Они не бесполезны. Они просто отложили спрос. Ну, вот скажем, я училась на таком отделении структурной прикладной лингвистики, знаменитом в свое время, вот с математикой как раз. И, ну, никто в тот момент еще тогда уже что-то появилось, но когда оно создавалось, это только было начало, какие-то мечты о кибернетике, там, о компьютерах. Но ведь на самом деле все это реализовалось. Бесполезные, но не лишние. Да, вот какие-то бесполезные вещи, потом вдруг оказывается. Вы работали, ну, Александр, поскольку у вас опыт, опять же, тоже двойной, и региональный, и столичный, работают на региональном уровне эти доводы? Мне вообще интересно это слушать, потому что, когда мы говорим о филологии, у меня возникло что в голове? У меня возникла совершенно такая прикладная специальность, я бы сказал, учителя русского языка и литературы. У нас уже выросло такое поколение новой культуры, ведь молодые учителя русского языка и литературы, которые приходят в школу, у них нет такой устойчивой традиции чтения, которая, в общем-то, была. Потому что мы действительно в таком вкалипизированном социуме живем, поэтому у нас, наверное, такие термины возникают, медленное чтение, медленное телевидение, ведь раньше это на самом деле все время было медленным, никто никуда не торопился. Вот прекрасно, что была упомянута эта страта этих неких слабоумных людей, да, вот, и действительно, эта страта, она абсолютно... Слабоумность еще. В кавычках, конечно. Она абсолютно не бесполезна. Почему? Потому что, что она делает, собственно, она генерирует культуру, да, а наша культура, вот, я не знаю, я готов это отстаивать постоянно, наша культура действительно литература центрична. Вот, поэтому... Ну, по крайней мере, была. Сейчас вот вопрос этот, так сказать, дискуссионен. Нет, я думаю, что все равно это продолжается. Почему? Потому что идет некий поиск постоянных каких-то таких больших повествований, да. Вот, кстати, возвращение наше постоянное к какому-то одному учебнику по истории, да, одному учебнику к литературе, это все равно поиск некой такой книги, да, всеобъемлющей, да, пусть мы будем... Да, я не хочу такие проводить аналогии, да, Синявский, помните, да, голубиная книга, упоминал в апофеозе книги, да, вот, то есть книга, которая объемляет все. Книга поделка. Вот, поэтому моменты такие есть, мне кажется, чрезвычайно важные, но опять, вот мы говорили о том, что филологи у нас идут еще в самые разные направления, да, вот, допустим, у нас есть отделение журналистики, то есть мы готовим профессиональных журналистов, но если мы посмотрим региональные СМИ, то я думаю, что ситуация будет где-то примерно 50 на 50, да, вот среди 50 процентов, которые не имеют журналистское образование, в основном это будут филологи, которые будут работать в журналистике, да, и в области... Ваши не больше, например. Ваши, по-не, в школу тоже шли. А Тетяна, а вы-то зачем? Вашим-то зачем? Я могу сказать, но у меня, разумеется, более такой узкий, может быть, ракурс все-таки специфический, это духовные школы русской православной церкви. Я просто говорю, что зрителям хочу прояснить, что помимо всего прочего вы переводили очень много и занимались и русской, и армянской. Да, я очень долго преподавал в разных лингвистических вузах Москвы. А вот теперь заведуя кафедрой новых и древних языков в общественном аспирантуре. У нас публика весьма специфическая. Есть огромный интерес, безусловно, и к церкви, и к религии, к богословию. Но и со стороны церкви есть огромное... уделяется огромное внимание именно филологическому и гуманитарному образованию. Представьте себе, вот у нас в аспирантуре, докторантуре, мы организовали так расписание наших аспирантов, что в течение вся первой половины дня они занимаются только иностранными языками. То есть у них у всех есть два иностранных языка, то есть английский обязательно, и один по их выбору французский, итальянский, немецкий, новогреческий, и еще древние языки, естественно, древнегреческий, латынь, еврит, сирийский и так далее. И фактически каждый день у них вот эти два иностранных языка и древние языки. Почему? Потому что и в Русской Православной Церкви теперь понятно, что ситуация, ну, некая изоляция, которая существовала в советское время, на сегодняшний день невозможна. То есть если мы хотим все-таки участвовать в, скажем, международном дискурсе, богословском, нужны языки иностранные, разумеется. И мне кажется, есть и огромный интерес. Но вот хотел сказать, это древняя традиция. Все-таки не надо забывать и о том, что начало систематическому гуманитарному образованию в России положила церковь. Все-таки славянная греко-латинская академия, это 17 век, это уж целый век до основания МГУ. Все-таки целый век до основания МГУ. Это церковная школа, основана монахом Семеном Полоцким. Еще такой момент интересен. Вот в начале 20 века настолько все-таки велика была роль церкви именно в гуманитарном образовании, что вот епархиальные училища были, церковно-учительские школы, которые подготавливали учителей фактически. Вот те самые учители русского языка и так далее. Вот таких было передано Министерству народного просвещения свыше 37 тысяч в 17-м году. И возвращаюсь к вопросу, который Андрей Семенович поднял. Андрей Семенович, все-таки я услышал вас, если я не прав, вы меня поправите, что, с одной стороны, есть равнодушие общества к проблемам филологии в целом, и есть огромный спрос у младшего поколения на филологию в частности. При этом... Это что, не общество? Вот это кто? И второе, вы оговорили, что они идут, не зная зачем. А зачем все-таки? Отчасти Елена Яковлевна про это сказала. Что? Идут не за тем. Понимаете? Стихи в школе надо учить, а также и до школы. Не для того, чтобы тренировать память, а для того, чтобы жить, а для того, чтобы эти стихи в тебя входили. С литературой идти на филфакт для того, чтобы выучить английский язык, необходимый в деловом общении с англоязычными людьми. Или испанский. Или русский, что не выучивается никогда в таких случаях, русский, так сказать, деловой. Это мы выполняем несвойственные нам функции. Это тогда никакая не Касталия, никакой не дом из Азимовского рассказа. Это то, чем говорил Игорь Михайлович, что это Массачусетский политехнический университет, в котором есть литература как дополнение. Я не против того, чтобы на факультете будущих пиарщиков, чтобы готовили пиарщиков. Ну, человек пиарщик, более того, я считаю, что пиарщика надо учить литературе. А у нас, получается, наоборот. Там, где есть литература, туда приходят учиться пиару. И говорят, что нам эта литература не нужна, а нужна нам быстренько по-английски, а также быстренько по-русски. Это разные вещи. Упаси бог меня спорить с тем, что нужны специалисты по паблик релейшнс, по коммуникациям. Или тем более, что нужны журналисты. Да, более того, я уверен, что человек с филологическим образованием может быть очень неплохим журналистом. В конце концов, я сам 20 лет в газетах прослужил, не приставая ни преподавать, ни более-менее наукой заниматься. Но это разные вещи. Конечно, жизнь у конкретного молодого человека может повернуться как угодно. Шел в комнату, попал в другую. У нас сейчас есть чудесные студенты в магистратуре, учившиеся на факультете медиакоммуникации, и пошедшие после четырёх лет бакалавриатов филологическую магистратуру. На нескольких из них не нарадуюсь. Совершенно разно. И так бывает. Разные пересечения бывают. Но это некоторый особый поворот. А допускать, что к нам пришли не за тем, а мы вас всё равно поучим, или тем более, что мы выпустим в школу человека, который не хочет читать сам, потому что теперь такие времена, что читать не надо. Нет, извините, пожалуйста, если читать не надо, то тогда кем угодно, хоть пиарщикам, хоть... Пиарщику тоже надо читать. Я бы всё-таки... Кем он во всяком случае не учителем русского языка и литературы. Я бы всё-таки не стал говорить, что они не хотят читать. Они скорее... Да, может быть, неправильно выразился. Скорее, они не умеют читать. Они по-другому читают просто. Да. И, может быть, это практика чтения совершенно иная, не ту, которую представляем мы. Но, кстати, поправьте меня, если я не прав. Вот есть некий такой обратный процесс от студентов-журналистов. Я не раз слышал, когда они говорят, зачем нам столько русского языка и литературы. Да вот. Все мы слышали. И, естественно, преподаватели и русского языка, и литературы, они говорят, как вы будете работать журналистами, если у вас нет действительно достаточно основательных, фундаментальных знаний в области русского языка и русской литературы. А пиар – это технологические курсы при гуманитарных факультетах. Это не образование, это технологии. Я просто хотел всё-таки вернуться к тому, с чего вы начали. Всё-таки ведь главная задача, когда мы говорим, что интерес растёт или не растёт, это никак не может коррелироваться с тем, сколько людей мы готовим. Потому что это же не связано впрямую. Значит, у нас есть определённая политика государственная. И я считаю, что она должна заключаться в том, что филологов готовить надо. Первое. Потому что, конечно, нам нужны специалисты. И не только для переводов. Теперь расширять максимум намного, или я считаю, что не нужно, потому что, в принципе, конечно, у нас всё-таки нету таких безграничных возможностей. Главное, но не единственное направление. Теперь, что касается вот этих всеприкладных, если раньше, когда мы учились, с филологов или историков делали всех, и журналистов, и пиарщиков, и музейщиков, и культурологов и так далее, то сейчас во всех вузах есть специальные такие программы. Уже. Вот и в вашем университете, и в вашем университете, и в моём есть специальные программы. Поэтому, конечно... Где-то лучше. Нет, другой разговор. Но они есть. Где-то хуже. Нет, они... Ну, и филологи есть где-то хуже, где-то лучше. Да. Это вопрос другой. Но это немножко другое дело. Но всё-таки всё равно. Это качество... Я хотела вообще-то вот заступиться за детей, которым, может быть, как мы говорим, мало читают, плохо читают. Просто как лингвист. Дело в том, что вот нефилологов я спрашивала, любят ли они читать литературу 18 века, русскую литературу. Вот могут ли они так, ну, не знаю, да лёжа на пляже, там читать Кантемир, например. Хотя Кантемир мне кажется очень таким понятным, замечательным автором. Большинство мне говорили, что нет. Я не понимаю. Вот надо понимать, что для детей 21 века язык, русский язык 19 века тоже отстоит на два века. Вот как от нас, людей 20 века, литература 18 века. То есть то, что нам... Вот многие... Я не говорю непонятные слова. Слова как раз, знаете, можно дать какие-то сноски, там, объяснения. Термены, да. Там очень много синтаксических оборотов, построения фразы. Вот то, что, как мы говорим, стратегии построения текста, дискурса. Понимаете, они другие. Елена Михайловна, мне сказки рассказывают. Нет. Братьев грим. Елена, я сейчас продолжу тебя рассказать. Я понимаю, я знала, что Андрей Семенович сейчас рассказывает. Я сейчас Андрей Семенович продолжу, я вам в данном случае подыграю. Да. Вы не расстелите, он просто рассказывает. В данном случае подыграю. Потому что нам с тобой это всё понятно. Ну, почему древние языки, да ещё древние, современные, которые совершенно непонятны по определению, пока ты их не выучил, можно учить? Правильно. Нет, правильно. А это нельзя учить. Правильно. Я не говорю, нельзя учить. Я говорю о том, что неподготовленный человек, пока он это не выучил, ему читать трудно. Если мы проанализируем требования, ну, например, к преподаванию литературе в школе, то они претерпевали очень интересную историю. Эволюцию. До 1934 года, собственно, набор, например, книжек, которых нужно было читать с ребятами, определял каждый преподаватель сам. То есть кто-то мог сосредотачиваться на классической русской литературе, кто-то брал во внимание революционных писателей, абориутов, мог экспериментировать и так далее. Кто-то вообще, значит, не преподавал литературу, а опирался на курс обществознания, внутри которого было всё это зашито. Как уж не часто в современной европейской школе. Да. Да, на самом деле, если вы придёте в Финляндию и спросите у финского учителя, скажите, а какой набор книжек вы обязательно должны прочитать с ребятами. Они будут очень удивлённо на вас смотреть. С 1936 года с выходом постановления о педологических извращениях в системе Наркомпроса, знаменитое сталинское постановление, начинает устанавливаться набор вот этих книжек. И к 2004 году, это последний стандарт, который выходил по литературе, например, в старшей школе, это 158 наименований. Но в ГОСы последние без списков. Там нет, да. Но до них ещё не дошли, там только начальная школа, там постепенный переход. Это школы через несколько лет. Но факт составился в том, что дальше все боятся тронуть этот список. Вот, так сказать, Александр Савдович Солженицын умер, добавили архипелаг ГУЛАГ. Но Матрёнин двор тоже остался. Никто не покушался. Архипелаг ГУЛАГ добавили не в полном объёме. Я считаю, что это колоссальная проблема. С моей точки зрения, это колоссальная проблема. Потому что все учителя, имея вот такой набор требований, действительно стараются натаскать на сюжетные линии определённые. Потому что их надо будет вспомнить потом на экзамене. И, так сказать, вот так мгновенно от этого отказаться, но никто, в общем, не решается. Возможно, другие построения, вот вы сказали про новые стандарты, но это такой постепенный процесс, к которому мы пытаемся сейчас перейти в сложных дискурсах. Богатая литература. Проблема. Слишком богатая. Можно выставить. Это здорово. Андрей Сурович, по рейсам трудности. По трём пунктам. Первый, самый простой. Литература богатая, конечно, но не богаче английской. Это вопрос. Для меня богаче, не знаю. А количество... Это вопрос о наших чувствах, он не обсуждается. Я всю жизнь этой литературой занимаюсь, ничего дороже у меня нет. Мы говорим на этом языке и живём в этой истории. Что дороже нам ничего нет, это понятно. По количественному богатству сколько столетий существует английская и мирская литература, и сколько русская. С испаноязычной примерно так же. Так что богатство – это наше счастье и радость, но уж не такая неподъёмность. Что касается того, что из-за некоторых навязанных вот этих 158 сочинений учителя натаскивают на сюжет. Да ничего они не натаскивают. Натаскивают ещё как. Натаскивать не могут. Это другой вопрос. Они берут кодификаторы. Я только и делаю, что работаю со студентами. Школьную программу элементарно не помнят. Не в том дело, что их… Потому что не помнят. Не познаётся на ТВ. Это совершенно и к тому, что их там 158 или даже 159 не имеет ни, на мой взгляд, очень удалённые отношения. И теперь мои, Леночка, тебе возражения. Да, понимаешь, если бы, значит, Толстого не могут прочесть, да? Позднего. А позднего, в сочинении «После и Бала», там запинаются. А также в Достоевском, который всё-таки писал в 60-е годы. Ты знаешь, я тебе могу сказать ответственно, что доктор Живаго, который написан несколько позже, а также Матрёнин-Дворфу, они читают ровно с тем же напряжением. То есть те, кто читают, те читают. Так что аналогия с Кантемира, которого я тоже люблю, но всё-таки, признаюсь тебе, на пляже тоже есть. Кантемира всё-таки и в наши годы, он молодой. Да нет. Не читали, никто не на пляже вообще. Ну что вы это зроё? Вы же филологи, я понимаю, но простите. Мы же говорим... Вот и говорю. Начинаете с Пушкина, конечно, всё-таки. Что из этого следует? Следует, что надо заниматься, что немножко по-другому должна быть. Я ведь совсем не против того, что нужно изучать литературу. Я просто считаю, что очень важно действительно вот этот анализ текста. То есть вот детей надо вначале научить понимать текст в школе. А это вопрос не 159 текстов в программе, а двух часов в неделю. Что если они начнут... Сокращающихся и сокращающихся. Конечно, тут я согласен абсолютно. Это вопрос о том, мы ничего не сделаем с нашим университетским образованием, будь то двуступенчатое оно или одноступенчатое. У того и другого есть свои достоинства, мы сейчас не об этом говорим. Мы ничего не сделаем с развитием нашей науки вот для теоретического её вот этого свободного колыхания, если мы не будем учить всех в школе подробно. С особыми... Если русский язык перестанет быть отдельно, мы как бы осваиваем грамоту, а отдельно есть какие-то правила, да? Если литература – это только запоминание сюжетов, вот к этому и... А для того, чтобы это делалось, увы, сейчас надо готовить вузах. Тут круг... Я бы вот хотел вернуться к фразе, что те, кто читают, те читают. Мне кажется, нужна действительно простая вещь. Вот нам нужно для этих людей, которые читают, нам им нужно обеспечить вот эту дорогу, нам нужно им обеспечить места, да? Потому что мы... Дорогу в этот дом для дурачков? Да, пусть... Нет, потому что они сами туда хотят. Они сами туда хотят, в этот дом. И дальше мы говорим о чём? Мы говорим опять о банальных бюджетных местах. Потому что в большинстве случаев, если мы говорим о провинции, вот те, кто читают, потому что читают, они не могут заплатить за бакалавриат, за магистратуру и так далее. Что происходит с бюджетными местами на гуманитарные дисциплины? Растёт количество... Ну, в принципе, нет, оно не растёт, конечно. Так, она сейчас, последние несколько лет, оно так, более-менее, в общем, на том же уровне, чуть-чуть меньше, чуть больше, если говорить о филологии и истории. Тут какие-то бывают совершенно перепады, вызванные из мини-механизма. Потому что сейчас есть центр ответственности. Найти центр ответственности для философов, это вообще философская проблема. В принципе, я думаю, это, с которой, в общем, не такая простая. Так же, как и для искусствоведов. Всё-таки есть, это же не менеджмент и так далее. Что касается филологов, то пока пораними, даже, мне кажется, вот в этом отношении небольшая прибавка. Айген Михайлович, у вас есть? У нас несколько сокращается бакалавриат и растёт магистратура. У нас есть другая интересная тенденция, которую я никак понять сначала не мог. Приходят запросы в университет из таких структур на работу специалистов живы те работы. Как ГИБДД, Росалкогольрегулирование, значит, префектуры, жилкомхоз. Я ничего понять не могу. Почему они пишут? Ну, протоколы редактировать надо. Вот. Значит, нужно две компетенции, очень важные. Значит, во-первых, разобраться в какой-то сложной знаковой системе, а в общем система выплат в ЖКХ за самая сложная знаковая система. И бабушкам объяснить, как она устроена. И второе – это коммуникации, так сказать. Уметь людям рассказать. Во всех этих структурах сложности ровно с этими двумя компетентностями. В этом смысле, конечно, прямых заказов нам не пишут. Пришлите нам 10 филологов. Вот этого нет. На самом деле, какие-то базовые компетенции связаны с умением разбираться в сложных знаковых системах и умением вести коммуникацию и организовать крайне востребованно. Вот это надо поймать. А у вас какая ситуация, Александр? Ну, ситуация такая, что сокращаются эти бюджетные места. Получали такие некие послания от Министерства образования, что если вуз называется государственным вузом, например, как мы, Рязанское государственное университет, то у нас должны быть все уровни образования представлены. В итоге мы открываем магистратуру гуманитарную, начинаем обучать магистрантов, студентов. И через два года, там, после первого выпуска оказывается, что бюджетных мест нет. Андрей Семенович, та ситуация, которую вы описали, вот эти 200 человек, из которых, дай бог, энное количество нацелено собственно на профессию, а остальные пришли, потому что про всё хорошее... Есть таких потоков вообще на философагах, по-моему, и нет практически. Нет, 200 нет. Какие у них есть? 200 нет, но почему? 130 есть. 130. 130 у вас, да? 130. Филологов у вас 130? Филологов. Без лингвистов. Сколько останет? Вы просто очень много берёте, я не знаю, для чего это нужно. Простите меня. Это вопрос. Высшая школа экономики. Что значит высшая школа экономики? Высшая школа экономики – это два. Ну зачем вам 130 филологов? Я не знаю, для чего. Я не знаю, высшая школа экономики – это же Москва. Как говорил Москва, как российский поэт, как и российский государственный филолог. У нас два раза меньше филологов. Значит, почему так получилось, вопрос не ко мне, и я думаю, вы это хорошо понимаете. Нет, я понимаю, но не нужно, это действительно избыточное. Это совершенно не о том. Для Москвы. Не о том речь. А о том, что будут их разницы между потоком в 60 и потоком в 130… Большая разница. Извините, вот с той точки зрения, с которой мы говорим, что делать? Очень трудно ответить. Но могу сказать, это кое-что, что возникло у меня по ходу размышлений о бакалавриате. То же самое могу сказать, что про школу. Что как в школе нужно больше часов на литературу и язык, так и при подготовке будущего филолога. Боюсь, что историка тоже нужно больше часов. Надо читать немножко больше её. И западная, и европейская литература существует, и она важна. Вне зависимости от того, преподается ли она в школе или нет, но учитель должен Гамлета и Дон Кихота, что называется, знать. У Игоря Михайловича было выражение, я видел. Коллизия, на мой взгляд, ровно в этом. Как в школе, так и в университете надо учить качественно. С моей точки зрения вопрос совсем не в часах. С качеством я бы согласился, но точно не в часах. Дело в том, что если мы сравним учебный план наших школ по миру, вот что у нас западает? Где у нас меньше часов, а где у нас больше часов? По литературе у нас приблизительно столько же часов, сколько и в других странах, ничуть не меньше. А вот по естествознанию, биология, физика, химия, по искусству, мировая художественная культура, живопись, музыка, и по иностранным языкам у нас действительно меньше часов, чем в других странах. Поэтому, на мой взгляд, проблема не в часах, проблема в качестве, в подаче. Ну и потом часы связаны с неделей. Есть астрономические часы, мы же не можем сделать больше часов, чем есть их в неделе или в месяц. Да, у нас предел 36 часов. Да, понимаете, тут есть еще, конечно, все-таки я считаю, что тут, конечно, понимаете, страна перешла на... Нет, не то, что, так сказать, мы не обсуждаем это сейчас, но она перешла на уронную систему. Это касается всех педвузов страны, которые готовят учителей по всей стране. И поэтому они надо сделать так, чтобы эти выпускники педвузов были востребованы в школе, и, так сказать, иначе. Я не говорю о московских университетах, которые фактически эту функцию выполняют в последнюю очередь. Так очень плохо. Нет, секунду. Плохо, значит, мы с вами виноваты. Ну, если, ну, я не знаю, по-моему, все-таки задача, так сказать, все-таки педвузы, они одного педагогички, они должны это обеспечить. Прежде всего, извините, простите, что я сперебиваю. Простите, просто пропорщик. Сейчас на 5-8 лет это бессмысленно обсуждать. Просто надо, чтобы все-таки они были востребованы. Я хочу зацепиться не про количество лет, а про количество часов и про то, что действительно в неделе столько, сколько, 36 часов, сколько есть. Но почему церковная аспирантура и докторантура может себе позволить отсечь все, что считает ненужным, все те предметы, которые обязаны преподавать у вас, у вас, у вас. Аспирантура и докторантура. Но, тем не менее, почему это возможно? Почему не сбросить лишние предметы, которые навязываются иногда стандартами? Я сейчас не про школу, я про вуз. И не сосредоточиться на языках, на дисциплине и с головой нырять. Ну, все-таки, если говорить об уровне, который, так сказать, Владыка представляет, и сравнить... Нет, значит, сравним будет, мы надеемся, но все-таки вопрос пока отец. Отец, я просто не очень силен в этом иерархии, извините. Значит, так вот, я что хочу сказать. Вы посиленно повысили. Да, я хочу сказать, что на этом уровне, на уровне магистратуры, особенно докторантуры, если те, кто занимается, условно, ну, филологи классики в РГГ, они получают то же самое. Они получают и языки, да и в МГУ это было, так сказать, там тоже 130 человек было, наверное. Ну, я думаю, что на филфаке им было бы, когда мы учились сильно больше. Ну, сколько больше? У нас было только 100 человек на эстфаке, я не знаю, откуда. Ну, хорошо, ну, может быть, да. Конечно, есть все эти чисто технические моменты, количество часов, инфраструктура, деньги и так далее, но есть и политическое решение. И мне кажется, здесь это вопрос номер один. Нужно ли России хорошее гуманитарное образование? Вот в этом, мне кажется, вопрос самый главный. Лично я абсолютно убежден, что без очень серьезного гуманитарного образования, ну, развитие очень сложно. Потому что тут речь не только о филологии, о знании языков, о знании литературы и так далее, а просто о гуманитарной науке в самом широком смысле. Поэтому о гуманизме и о гуманности – это все-таки вещи связаны. Не только, ну, этимологически скажем, да. Понятно, что такие понятия, как человеческое достоинство, как плюрализм, толерантность и так далее, они не исходят из просвещения, скажем, из эпохи просвещения, и не суть прерогативы либерализма все-таки. А именно они, я как христианин, безусловно считаю, что они исходят из Евангелия, вот. Но здесь гуманитарное образование, гуманитарная наука играют главную роль. Поэтому без них очень сложно все-таки развивать именно такие ценности, такие понятия. Я бы хотел просто вычленить вот то, на чем вы сходитесь, да. Потому что есть отдельные технические, содержательные вещи, где спор и несогласие невероятно важны. Только в обсуждении этих конкретных параметров можно понять, что работает, что не работает. Но содержательные вещи, о которых вы все говорили, заключаются в том, что, а, гуманитарное образование связано не только с профессиональными преднадлежностью, но и с гуманностью, с картиной мира, с тем, каково место человека в этом мире, его души, его внутреннего мира, его сознания, которое не менее, а, может быть, и гораздо более важно, чем его внешний успех. Потому что человек не может быть счастливым, если у него все есть, но это его не устраивает. А если это не совпадает с его целью, с его жизненной установкой. Но для того, чтобы это осуществить, чтобы это не было абстракцией и утопией, начинать надо со школы. Продолжать, но не заканчивать в УЗе, а создавать общую гуманитарную атмосферу, в обществе, без которой не будет развития. Спасибо вам большое за этот разговор. Увидимся в понедельник на канале Культура. Спасибо.